Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о артистах Леониде Ермольнике, Дмитрие Нагиеве и работе антикоррупционного комитета. Сегодня в организации Никиты Михалкова произошло чрезвычайно торжественное событие. У команды Никиты Михалкова появился свой собственный гимн. Теперь легендарная советская песня и вновь продолжается бой будет официальным гимном антикоррупционного комитета. Надо отметить, что в создании нового гимна большая заслуга принадлежит подписчице нашего канала, 75-летней женщине из Иркутской области деревни Чебатова Марии Сергеевне Крушкиной. Мария Сергеевна, бывший директор сельского музыкального клуба, исправила текст на современный лад и передала творения членам местного комитета, которые переслали гимн Никите Михалкову. Антикоррупционный комитет продолжает свою активную деятельность, направленную на улучшение социального уровня жизни россиян и против предателей российского шоу-бизнеса. Сегодня была одержана очередная победа над артистами Леонидом Ермольником и Дмитрием Нагиевым, которые своими неадекватными действиями полностью себя скомпрометировали и получат заслуженное наказание. Леонид Ермольник и Дмитрий Нагиев будут первые российские артисты, которые будут обвиняться по статье «Враг народа». По мнению общественности, данное событие послужит концом для творческой карьеры данных артистов. Отметим, что в разное время и Леонид Ермольник, и Дмитрий Нагиев пытались вступить в антикоррупционный комитет, однако Никита Михалков расколол предателей и выгнал их из организации. На данный момент обоим артистам присвоено звание инагента, они обвиняются в госизмене и порочащих действиях против антикоррупционного комитета. Помимо этого, антикоррупционный комитет сделал строгое внушение центральному телевидению. Он потребовал убрать Леонида Ермольника и Дмитрия Нагиева с центральных каналов телевидения. Также у данных артистов будет арестован весь бизнес на территории Российской Федерации и прекращены рекламные контракты. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность антикоррупционного комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.